Добрый день, друзья! С вами канал Стань Студентом, канал для тех, кто планирует получать образование. Сегодня обсудим новые правила приемов в колледж. Также сюда подходят техникум и профессиональное училище. В рамках этой темы обсудим 5 ключевых вопросов. Первый вопрос. Основные даты, то есть календарь абитуриента. Второй вопрос. Какой комплект документов нужно приносить, а он поменялся, изменился комплект. Третий вопрос. Способы подачи документов. Здесь тоже произошли изменения. Четвертый вопрос. Сами вступительные испытания. Что нового добавилось, ряд направлений обновилось и там нужно сдавать вступительные испытания. И пятый вопрос. Это зачисление, то есть то, как будет происходить конкурс. Поехали! Первый вопрос. Обсудим основные даты. По датам, в принципе, таких существенных изменений не произошло. Но, тем не менее, если мы говорим о поступлении на бюджетные места, я уверен, что каждый из вас хотел бы в первую очередь поступить бесплатно, учиться на бюджетном месте, получать стипендию, то здесь приемная кампания начнется примерно с 17 июня. Это та основная дата, с начала которой большинство колледжей открывают свои двери. Может быть, кто-то откроет немного раньше, если вы хотите поступать на платной основе обучения. Но, в целом, приемная кампания в колледж начнется с 17 июня. Как только у вас на руках будет аттестат за 9 класс, за 11 класс, вы уже можете подавать документы в колледж. Документы нужно успеть подать в целом тоже на основную массу направлений, если там не требуется вступительное испытание, до 15 августа. Но, если у вас все-таки есть, если вы в заявлении будете указывать направление, на которое нужно сдавать вступительное испытание, то документы вам нужно подать заблаговременно. И это будет примерно до 10 августа. Поэтому заранее все продумайте, чтобы для вас это не было неожиданным. С 10 по 15 августа пройдут сами вступительные испытания. Примерно после 16 августа колледжи начнут публиковать конкурсные списки, которые можно будет посмотреть либо в приемной комиссии, либо на сайте колледжа. И после этой даты колледжи начнут публиковать приказы о зачислении на бюджетные места. Точной даты в министерском порядке приема, когда нужно зачислять на бюджет, нет. То есть, в принципе, это может быть серия дат. Как только в колледже все улеглось, все понятно с конкурсом, то сразу же выходят приказы о зачислении на бюджет. Второй вопрос. Какой понадобится комплект документов? Конечно, без вашего аттестата здесь не обойтись. Поэтому сначала дождитесь, когда вы получите ваш аттестат и уже с ним приходите поступать в колледж. Основной комплект включает в себя ваш паспорт, ваш аттестат, индивидуальные достижения, которые вы можете показать. Читайте внимательно правила приема, либо обращайтесь в приемную комиссию и уточняйте, какие можно принести индивидуальные достижения, чтобы они вам помогли поступить на бюджетное место. Особенно, если вы поступаете на направление подготовки, где приличный конкурс. Также к документам может вам понадобиться медицинская справка по форме 086У, фотография 3х4 и из нововведений то, что вам обязательно понадобится принести с собой СНИЛС. Ну, как правило, СНИЛС есть у многих, то есть это не проблема, но тем не менее в прошлые годы приемная комиссия СНИЛС не принимала. Начиная с этого года СНИЛС вам понадобится. Важно учитывать, что к основному комплекту документов в этом году добавляется еще одно заявление. Это заявление о согласии на зачисление, то есть вы подали свой документ образования, подали его лично, либо подали через госуслуги. И вам обязательно нужно написать в приемной комиссии, если вы точно хотите сюда поступать, что вы согласны зачисляться и учиться дальше в этом колледже. Без этого документа зачисление будет невозможно, поэтому обратите внимание, подадите полный комплект документов, все у вас будет хорошо, но забудите написать такое заявление при подаче документов. Все, приемная комиссия вас не зачислит, и это будет очень обидно и печально, если вы будете проходить по конкурсу, но этого заявления в вашем личном деле не будет. Проверяйте, поэтому всегда надежнее всего подавать документы лично. Третий вопрос, способы подачи документов. Здесь тоже появились нововведения. Стандартно у вас существует три способа, с помощью которых вы можете подавать документы. Способ номер один, это прийти в приемную комиссию лично. Ну, кстати, обращаю внимание, что если вы еще не выбрали колледж, то вам придется обойти большое количество колледжей. Если брать на примере Ростова-на-Дону, то здесь больше 33 колледжей. И представьте, в каждый вам нужно заглянуть. Конечно, многие наверняка задумываются о том, может быть документы можно подать онлайн. И да, действительно, если в колледже есть личный кабинет, то можно подавать документы и онлайн. Но новшество этого года, то что документы можно начинать подавать через госуслуги. Насколько это будет удобно и востребовано, покажет время. Ну, скорее всего, я думаю, что многие воспользуются госуслугами, но большинство все-таки придут подавать документы лично вживую, потому что так надежнее. Но в том числе и оригинал документа образования, то есть подтверждение вашего аттестата, можно будет все это оформить через госуслуги. Не всегда госуслуги работают корректно. Есть большой перечень проблем с тем, что данные приходят как-то криво, косо. То есть бывает действительно не хватает номера телефона, с человеком нужно связаться. Поэтому приемная комиссия, конечно, здесь испытывает некоторые сложности. Но тем не менее, если у вас нет оптимального варианта приехать в колледж, то знайте, что документы вы можете подать и через госуслуги. Но внимательно перед тем, как подавать документы, обратитесь в колледж и уточните, точно ли можно к ним подать документы через госуслуги. Потому что колледж должен подстроиться и выстроить свою информационную систему таким образом, чтобы они могли принимать эти документы через госуслуги. И отображать, какая ситуация с вашим заявлением. То есть зачислены вы или нет. И, конечно же, здесь остается почта, но почту мы не рекомендуем, только если совсем у вас нет интернета. Не можете вы прийти в колледж лично, но знайте его почтовый адрес, адрес приемной комиссии, тогда да, но почта теряет документы. Поэтому подавайте документы. Самый оптимальный надежный способ, это все-таки личный приход в приемную комиссию. Здесь есть ряд бонусов, то есть вы можете узнать много интересной информации о направлениях, поговорить с преподавателями, с теми, кто вас будет учить. А это очень важно. Четвертый вопрос. Вступительные испытания. Для тех, кто выбирает в колледже специальности, где нужно сдавать вступительные испытания, специально для вас. Мы подготовили перечень таких вступительных испытаний, мы даже сделали анализ и сравнили это с прошлыми годами. И, оказывается, появилось дополнительно 12 специальностей, при поступлении на которые нужно сдавать вступительные испытания. То есть будьте аккуратны. Возможно, вы думали, вы просто подадите документы и по вашему среднему баллу вашего аттестата будет поступление. Но нет. Оказывается, вот теперь на эти 12 специальностей в колледже нужно сдавать вступительные испытания. Ну, в качестве такого, давайте такой приведем пример. Есть направление пожарный. То есть ранее, в принципе, на пожарную безопасность нужно было сдавать вступительные испытания. Но в этом году добавилась еще специальность пожарный. Кинология, конструирование, моделирование и технологии изделий легкой промышленности по видам. Посмотрите, то есть спорт и так далее. Полный перечень будет внизу в описании к этому ролику. Поэтому будьте к этому готовы. Когда мы говорим о вступительных испытаниях в колледж, то нужно понимать, что сами вступительные испытания у вас выявляют определенные качества. Соответственно, это могут быть творческие испытания, физические испытания и психологические. О том, как проходят сами вступительные испытания, из чего они могут состоять. То есть более подробно у нас есть отдельное видео. Ссылочка будет внизу в описании к этому ролику. Важно, что все-таки при поступлении на большинство специальностей колледжа не требуется вступительные испытания. Достаточно показать ваш аттестат. Приемная комиссия посмотрит средний балл вашего аттестата. Пятый вопрос, самый, наверное, серьезный. Это то, как происходит зачисление. Да, после того, как прошли все вступительные испытания. После того, как вы подали комплект документов, дальше нужно понимать, то есть все-таки вас зачислят или нет. Если количество заявок, количество поданных документов больше, чем количество мест, то колледж, естественно, устраивает конкурс и обязан зачислять наиболее способных детей. Если у вас нет вступительных испытаний, то колледж может посмотреть только на средний балл вашего аттестата. При этом нужно понимать, что средний балл аттестата, его можно посчитать как по всем оценкам вашего аттестата, так и по определенным ключевым оценкам. Ну, на примере колледжа, который есть на базе моего университета, у нас есть 5 колледжей, и у нас утверждено в правилах приема, что мы смотрим только на 5 предметов ключевых, в зависимости от того, куда вы поступаете. Если это гуманитарное направление, то это один набор предметов. Если это технические направления, то это другой набор предметов. Это, естественно, там, где нужна физика, химия, информатика, ну и так далее. Полный перечень, опять-таки, мы напишем внизу в описании к этому ролику. Поэтому загляните в правила приема того колледжа, куда вы планируете поступать. Колледж сам имеет право утверждать тот перечень предметов, дисциплин, на которые он будет обращать внимание в вашем аттестате. Поэтому это имеет значение. Если вы прошли по конкурсу, то вас, естественно, зачислят. Если вы по конкурсу не прошли, то вам, как правило, предложат поступить либо на какие-то направления, где есть свободные места, либо предложат поступить на платной основе. Но наблюдается такая тенденция, допустим, на примере тех же ростовских колледжей, когда, допустим, на такие популярные направления, как программирование, большое количество заявок поступает от поступающих даже на платной основе. То есть, подавая документы на платную основу, заключая договор с колледжем, еще не факт, что вас могут зачислить. Поэтому уточняйте эту информацию, будет конкурс или не будет конкурс. Поэтому нужно к этому готовиться. Если вдруг у вас не получится с одним колледжем, то нужно оперативно успеть подать документы в другой колледж. В принципе, вы можете подавать документы и в копиях. Друзья, специально для вас мы готовим отдельные обзоры колледжей, которые находятся в ваших городах. Пишите, в какой колледж вы хотите поступать, в каком городе вы живете. И вполне возможно, что этот город первый поведет на обзор, и вы сможете более подробно узнать, что это за колледж. Рассмотрим бюджетные места, какие-то особенности, что из себя колледж представляет. То есть, много всего интересного, что можно почерпнуть, когда берешь на обзор тот или иной колледж. Друзья, если вам было полезно данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Желаем вам успешного поступления. До скорых встреч в новом видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!